Почему поддержки Европы до сих пор не хватало, чтобы остановить Путина? Наверное, каждый из нас в той или иной формулировке задавался этим вопросом. Ну вот действительно, вроде бы и правильные слова говорят на самом высшем уровне. Даже санкции ввели. Но ощущение, что все это не работает. И что решение украинской проблемы может затянуться, затянуться на годы. Прорыва ждали на днях от переговоров Петра Порошенко с Владимиром Путиным в Италии в Милане. И чтобы лично разобраться, а как на самом деле настроены итальянцы? И я, и наш европейский сапфор София Гордиенко, мы тоже туда поехали. Поехали вслед за президентом. Так что у нас с вами сейчас есть два взгляда на происходящее в Италии. Милан в эти дни не узнать. Город, куда приезжают ради неспешных прогулок и шоппинга, заполнен силовиками. Сотни полицейских, немногочисленных туристов распугивают звуки сирен вечно спешащих кортежей. На саммит Европа-Азия съехались почти полсотни первых лиц, глав государств и правительств. С охраной, делегациями, свитой, прессой. Но все эти дни в центре внимания лишь несколько фамилий. Меркель, Алланд, Ренци – это хозяин саммита, итальянский премьер, а еще Порошенко и Путин. Когда эта миланская встреча только готовилась, во многих европейских столицах звучали возмущенные возгласы. А зачем приглашать Путина? Давайте проигнорируем его, давайте покажем характер, покажем свое отношение к происходящему на востоке Украины. Но заступилась Италия, а точнее клуб друзей Путина, довольно влиятельное лобби, которое не скрывает, насколько серьезно итальянские политики связаны с российскими, насколько сильно местный бизнес зависит от россиян, и как много недвижимости россияне купили и здесь, в Милане, и в окрестностях, считай местные провинции чуть ли не областями Российской Федерации. Это форта Деймарми, городок, где русскую речь на улицах слышишь куда чаще итальянской, и где даже на заправках пары бензина смешаны со стойким запахом дорогих духов. Городок основал сам Микеланджело, проложив сюда дорогу от Рима, но его русскоговорящие обитатели уверены, ну какой там Микеланджело, мол это они превратили форта в приличное место, купив его с потрохами. Еще бы, ведь после появления россиян на здешних улочках спешно открылись десятки дорогих бутиков. Персонал срочно учит язык Пушкина. Цены в ресторанах выросли в десятки раз. Заказывают в основном французское и итальянское вино. Сколько за бутылку? Минимум 4000 евро. Из провинциального городка форта Деймарми превратился в один из самых дорогих в Европе. И даже местную газету стали печатать на русском. Мэр города Умберто Буратти признается нам, к 2000-м нашествие россиян приобрело невиданный размах. Сейчас только официально. Половина недвижимости в городке, а это 9 квадратных километров, принадлежит русским. А сколько еще домов оформили на офшорной компании? Тут все скупил Путин. Почему? Да потому что у него есть деньги. Гостиницы, пляжи, виллы. Все скупил подчистую. Живут в самых лучших домах, вон там, в районе Рома-Империале. Цены на недвижимость самые дорогие в стране. И чтобы в итальянском городе вообще остались итальянцы, мэрия даже программу помощи для них придумала. Если кто из местных здесь родился и прожил 18 лет, мы выделяем ему землю по строительству дома, потому что цены на недвижимость неподъемные. Куда нам тягаться в заработках с русскими? Но продавать дом потом нельзя 20 лет, чтобы гости города и это не перекупили. Дошло до того, что мэру позвонили из Иркутска. Хотели купить башню Форте, главную местную достопримечательность. Это было уже слишком. Мы же не пытаемся ваш Кремль купить, раскричался тогда мэр. История этого городка ключ для понимания и того, что происходило в эти дни в Милане и для всей итальянской политики. Переговоры Петра Порошенко были, увы, на чужом поле. Ведь как бы хозяева саммита не уверяли украинского президента в поддержке, слишком уж сильно они зависят от Москвы и лично от Путина. А он и не скрывал, что чувствует себя в Италии как дома. Самое сердце города, префектура Милана, именно здесь в эти минуты накрывают столы для того, чтобы провести так называемый политический завтрак. Встречу Порошенко, Путина и европейских лидеров. Местные журналисты шутили. Разговоры об Украине явно отобьют российскому президенту аппетит. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что российские дипломаты действительно связались с организаторами и предупредили, что Путин практически не будет завтракать и, скорее всего, ограничится лишь очень крепким черным кофе. Но дело вовсе не в политике, а в том, что российский президент накануне этой встречи до половины четвертого утра тусил со своим итальянским другом Сильвио Берлускони и на разговор с президентами отправился в далеко не лучшем расположении духа и далеко не лучшем самочувствии. Идея встретиться за завтраком, как нам сказали, тоже принадлежит итальянцам. Мол, это позволит и атмосферу несколько разрядить, и самим хозяевам саммита присоединиться к разговору, стать своего рода посредниками в мирных переговорах по украинскому вопросу. Предложение устроило европейцев. Встреча для того и затевалась, чтобы примирить Киев и Москву. Настолько, насколько это возможно. Не ради Украины, а ради себя. В Берлине и Брюсселе настаивали, Порошенко и Путин просто обязаны договориться по газу, чтобы Европа не замерзла. Но вот незадача. Чуть позже, в обед, с переговоров четверки, Петр Порошенко вышел в отличном настроении. Мол, газовый вопрос близок к решению. Моем певный стриманный прогресс в газовом питании. Но уже через несколько часов по завершению этих непростых миланских переговоров заявил журналистам совсем о другом. По газовым вопросам нет конкретных результатов. Что же изменилось за эти два часа? Как неофициально рассказали нам в одной из европейских делегаций, Россия вела двойную игру. Во время разговора глав государств Тет-А-Тет Путин делал вид, что за. Но стоило вопрос отдать делегациям, договариваться о деталях, те, будто бы по собственной инициативе, попытались его заболтать. Мы сказали, что у нас должны быть две цены. Так же, как и на европейском спотовом рынке, есть две цены. Цена в зиму, когда попит взросла и экономика обрунтована на более высокую цену. И цена в лету, когда цена падает, потому что нет попиту. Наша пропозиция спільно, под креслою, спільно с Европейским Союзом полягала в наступном. 325 в лету, 385 в зиму. Позиция россиян – нет, 385 целый год. Дошли сгоды, де-факто принявши украинскую позицию. Замерзнуть без российского газа боятся и в знакомом нам курортном городке Форте-дей-Марми. Мы, итальянцы и европейцы, очень опасаемся того, что Путин сказал по поводу уменьшения поставок газа. Это для нас может стать огромной проблемой, ведь мы, итальянцы, не имеем никаких энергоресурсов. Сальваторе без труда цитирует Путина, поскольку в его лучшем в городе отеле показывают российское телевидение. Да и итальянские вещатели по информационной политике мало отличаются. Вестей или Первого канала. Синьор Мадонна на свою голову решил покреативить, выпустил специально для русских гостей безобидный ролик о том, как принято вести себя в Европе. Русские женщины любят фирменную одежду и туфли на шпильках, но у бассейна можно обойтись и без них. Мы знаем, что в России не шутят с водкой, но я бы посоветовала вам не привлекать итальянцев к знаменитому тосту «Пей до дна», чтобы не стать свидетелем сцены потери чувств от перебора алкоголя. Но купившие город россияне юмора не поняли и всерьез обиделись. Они увидели в ролике что-то еще, какой-то подтекст, мол, это из-за конфликта с Украиной, и, мол, мы такого не любим. И когда они меня оскорбляли, я даже не отвечал. Сеньор Сальваторе, зная тех, кто живет здесь пофамильно, говорит, постоянно бывают все, кого он видит в новостях, в том числе и в сюжетах о Миланском саммите. А еще члены семьи Ельцина и даже сестра Путина, мол, она скупила очень много недвижимости по всей Италии. И снова история Форте Деймарми становится ключевой для понимания хитросплетений Миланского саммита. В куларах встречи как раз обсуждали негласную договоренность не поднимать на переговорах тему санкций против России. Мол, чтобы не обострять и без того непростой разговор. А на деле, похоже, итальянцы просто не хотели обсуждать щекотливую для них самих тему. Поэтому и Петру Порошенко свою же Миланскую программу «Максимум» выполнить было не под силу. Европа разделена и разделена намного сильнее, чем нам кажется. Но, несмотря на это, украинской делегации удалось добиться от всех участников переговоров, в том числе и от России, четкого обещания. Они не признают так называемых выборов, так называемых ДНР и ЛНР. Путин вынужден был пообещать. Он против разделения Украины. Он против замороженных конфликтов. А остальное, по-видимому, станет темой уже новых переговоров. С окончанием Миланского саммита, когда высокие гости разъехались, в эти места снова вернулись тишина и покой. А часть российской делегации, дождавшись от лета шефа, инкогнито полетели вовсе не в Москву, а сюда, в Форте Деймарми, подальше от российских проблем. Из Италии Дмитрий Анопченко, София Гордиенко и Сергей Коваль. Телеканал «Фильтр». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова